В Верхневолжье продолжится внедрение новой модели пассажирских перевозок. Об этом заявил губернатор Тверской области в прямом эфире телеканала «Россия-24». Игорь Руденя подчеркнул, что любые нововведения должны происходить с учетом запроса населения, перспектив развития муниципалитетов. Сейчас важно проанализировать результаты работы по реализации первого этапа внедрения новой модели в Твери и Калининском районе, сделать правильные выводы и, главное, выслушать мнение жителей. Наша съемочная группа провела свой опрос, в ходе которого выяснила у пассажиров, удовлетворяет ли их работа транспорта Верхневолжья в целом и какие есть еще пожелания и обращения. Итак, первый этап перехода на новую модель пассажирских перевозок на территории Тверской агломерации Твери и Калининского района завершился 30 апреля. Начиная с 3 февраля и по сегодняшний день автобусами перевезено более 9,3 миллиона пассажиров. Тверской агломерации действует 85 маршрутов, на которых курсирует более 470 единиц подвижного состава. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта Евро-5, оснащенные современным навигационным оборудованием, оформленные в едином стиле. Свою оценку первому этапу внедрения новой модели пассажирских перевозок в эфире телеканала «Россия-24» дал губернатор Тверской области. Игорь Руденя подчеркнул, что Верхневолжье перешло на качественно новый уровень транспортных перевозок. Транспорт Верхневолжья оправдал наши надежды. Это другая культура уже, это другой вид нашего города, это другой вид Калининского района. Но прежде чем говорить о перспективах развития новой транспортной модели, необходимо уточнить у самих жителей, все ли их устраивает в работе общественного транспорта. Наша съемочная группа провела опрос гаражам в самых оживленных местах и вот что они сказали на камеру. Хорошо, положительно, особенно когда автобусы с тремя дверьми. Очень комфортно. Мне в последнее время нравится, в общем-то, как ходят автобусы и обслуживание. Комфортно, удобно, температура воздуха приятная, водители ведут себя корректно, удобно расплачиваться, много удобств. Впрочем, были и обращения, например, по одному из маршрутов в сторону Затверечье. В принципе, я отношусь, конечно, положительно, но, всегда есть но, ребят. Вот мне в Затверечье бы хотелось, чтобы ходил 19, которые практически отменили в сторону вагонзавода. И 36 пусть почаще ходит. Вот такое пожелание. В областную больницу очень редко ездит автобус, а так держаться есть за что, и вот так толкучки нет. Особенно это важно в сложившейся эпидемиологической ситуации, поэтому автобусы ходят каждые 15 минут с 5 утра и до 0 часов. Ежедневно по возвращении в парк все автобусы транспорта Верхней Волжи проходят полную дезинфекцию и уборку с помощью хлоросодержащего раствора. После каждого рейса на конечных пунктах производится обработка пассажирских кресел и других контактных поверхностей, терминалов оплаты. Кстати, безналичная оплата, по мнению жителей, является одним из очередных плюсов внедрения новой пассажирской модели перевозок. Я расплачиваюсь картой, потому что у меня есть социальный билет за 302 рубля. Картой? Потому что дешевле. У меня социальная карта, ребят. Положительный опыт первого этапа внедрения новой модели пассажирских перевозок будет применен на следующие точки развития. В крупных городах, таких как Ржев, Кимр, Старец и Торжок. Сейчас работает горячая линия, куда жители Твери могут позвонить и задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8 800 350 00 99. А еще обратиться в нашу редакцию, а мы, в свою очередь, все обращения отправим в Министерство транспорта Тверской области и обязательно дождемся ответа.